Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Был затешной кризис с девочкой, связанный с ее поездками и моими ревностями? Знаете, кризис, на мой взгляд, по крайней мере здесь, выглядит, ну, больше как такое обобщение искусственное. Ну, проблематичной, проблематичной ситуации, да? Вот. Поэтому я бы сказал, что в первую очередь, если нужно обратить внимание на вашу ревность, как некую такую точку входа в конфликтную ситуацию. И отсутствие, пожалуй, отсутствие доверия между вами и девочкой. То есть ревность, вот, на мой скромный взгляд, связана с тем, что вы, ну, во-первых, ее не доверяете. Вот, это первое, то есть, ну, то есть, у вас не доверяем к ней. Второе, это то, что, ну, по всей видимости, вам как-то вот нелегко сталкиваться с, скажем так, вызовами какими-то. То есть, когда, например, она уезжает, да, вы, там, допустим, вот чувствуете себя, ну, плохо. То есть, вы чувствуете какой-то, может быть, ну, может быть какой-то страх, вот, связанный с тем, что, например, она может вам, ну, она может вам изменить и так далее. То есть, вот, это про неуверенность в себе, про, вот, какую-то такую, возможно, замешанную самооценку, да, и, вот, страх, ну, как бы, страхи. Ну, ну, в данном случае, можно, можно как-то вот говорить, наверное, об этом, об этих вещах можно говорить. Вот, то есть, это, конечно, неприятно, да, это неприятно, но, тем не менее, то есть, мы, вот, в итоге, имеем, в этом смысле, мы имеем то, что имеем. Вот, поэтому, обратите внимание, что, говоря о кризисе, вы как-то вот, свой, эээ, в глаз не воспринимаете, ну, как будто бы. Эээ, постоянно ссорились, общих решений найти не могли, она говорила, что мне нужно менять, сменить работу, это да. То же самое, эээ, ссоры, ведь, возникают и по вашей, как бы, ответственности, и, и по ее, но, эээ, ссора не возникает, когда, в общем-то, личный ссор, то есть, эээ, в ссору есть, эээ, вот, ваш, как бы, ваш, как бы, ваш, именно ваш, личный вклад. Вот, эээ, соответственно, вам нужно увидеть, эээ, что это за вклад, да, то есть, вот, ну, конкретно, какой вклад вы, ну, вы вносите в, эээ, ссору, вот, именно вы, какой, эээ, какой это вклад, вот, для того, чтобы, ну, вот, ээээ, ситуация не постаралась, да, например, эээ, вот, для этого, я бы рекомендовал, рекомендовал вам, эээ, поисследовать, ээээ, психологическую игру скандал, вот, она есть, эээ, в интернете, вы можете, эээ, ее изучить, эээ, так, так вам станет, эээ, несколько более, понятно, и, несколько более, очевидно, эээ, то, с чем, вот, вы, ну, сталкиваетесь, в этой ситуации, конечно. Дальше, идем. Она говорила, что мне нужно меняться, нет работы, да, да, к слову, с работы у меня все нормально, но складывалось ощущение, что ей постоянно мало. Жаль, что, ну, вероятно, ээээ, вероятнее всего, ээээ, говоря о, умения работы, да, она... Складывала в это что-то свое, да, ну, вот. Ээээ... Вопрос здесь, здесь, именно заключается в том, да, понимаете ли вы ее… Так, сказала фразу, что посмотрю, как ты будешь меняться, тогда приму решение, эта фраза висела надо мной, убивала из себя. Тревога, опять же, и, наверное, страх, что вас бросит. Ссоры на расстоянии продолжились, и вот в один момент она вернулась из поездок, сказала, что хочет расстаться. Да, то есть, опять же, здесь ваш клап в ссору нужно увидеть. Что больше меня не любит, когда влюбилась в перспективу, сейчас её не видят. Ну, по крайней мере, честно. Я предложил не рубить с плеча, у неё выезд на две недели, предложил посмотреть на философ, не принимая никаких решений, ведь хочу построить гармоничные отношения, осозняв свои ошибки. Ну, правда, правда здесь, на мой взгляд, заключается в том, что, называя какие-то элементы своего поведения, ошибкой вы их не остановите. Вот, ну и давайте, опять же, а что это за ошибки? Ну, вот, что вы считаете ошибки? И как вы к этому относитесь, да? То есть, ну, буквально, как вы к этому относитесь, к ошибкам? То есть, ну, на самом ли деле, например, вы как-то считаете, что каких-то элементов, там, допустим, поведения, да, у вас не должно быть? Или, может быть, речь идёт о чем-то другом, вот, о чем-то, о чем вы здесь не говорите, например, например, да? Вот, то есть, это тоже такой достаточно важный, пожалуй, момент, на который имеет смысл вам обратить своё внимание. Вот, потому что это, ну, скажем так, довольно важно. Так, я предложил меру без плеча, то есть, опять же, вы говорите вроде бы расследительно, да? Но, чего вы хотите? Вот. Дальше. Ответил он неоднозначно, пишите вы на моё предложение. Ни да ни нет, чего мне ожидать? Ну, честно, без понятия, Сергей, чего вам ожидать, потому что это другой человек. Вот. Ну, откладывается впечатление, что сами вы своей жизнью не управляете. Снимать квартиру и съезжать с нашей общей жилкой, либо дожидаться и поговорить снова. Это вам решать, если вы перекладываете ответственность за свой выбор на нас. В данный момент я не трогаю, не пишу, не звоню, ждут, возможно, все сказано было закрича, и в этой поездке её эмоции влажутся, и мы решим проблему. Не нужно понятно, что это за проблема, и что есть мы, кто такие мы. Вы можете решить свою часть проблемы, девочка может решить свою часть проблемы, все. Предлагал мне, если посетить семейного психолога, не хочет. Ну, вам бы самому к психологу, возможно, имело бы смысл обратиться. Работать над этими отношениями я готов, но стоит лететь от себя надеждами, неправильно ли самому хлопнуть дверь и двигаться дальше. Опять же, это вам решать, но смущает формулировка работать над отношениями. Вот, потому что вы как будто бы готовы это делать только, ну, если девушка, например, даёт вам какие-то, ну, какие-то, какие-то... Гарантии. Вот. На мой взгляд, это не есть хорошо, потому что получается так, что вы, ну, как бы сами, вот именно вы сами, работать над отношениями как будто бы не хотите, не хотите. Вот. То есть, ну, просто если вы действительно хотите, если вы действительно готовы работать над отношениями, то, на мой взгляд, будет, вне зависимости от того, будете ли вы с девушкой или нет, вам нужно это делать. Вот. А сейчас это выглядит так, что вот только вот если там есть какая-то вот, ну, перспектива, да, вот, ну, только при наличии вот перспективы вы готовы что-то делать. Вот. То есть, это вот такая проблематика, на мой взгляд. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Да. Продолжение следует...